Всем привет дорогие друзья! Из этого видео вы узнаете истории о собаке, которую погладили впервые в жизни. На это невозможно смотреть без слез. О мужчине, который нашел в лесу 20 беззащитных щенков, которых выбросили в метель. О слоне, который заплакал после 50 лет мучений и теперь он наконец-то свободен. О парне, который забрал самого ненужного кота в приюте. В первую же ночь котейка преподнесла сюрприз. Несчастную собачку, которая недавно попала в румынский приют для бездомных животных Бреста Краева. Заботливая волонтер хотела приласкать несчастную животинку, но реакция песика обескуражила женщину. Я давно работаю в приюте, но такое вижу впервые. Обычно собака радуется, что ее приютили. За ней ухаживают, кормят, поют, ласкают. А тут... Да она просто напугана. Маленькая, бедная хвостулька. Ничего, потерпи, моя хорошая. Ты увидишь, что тебя здесь никто никогда не обидит. И настоящие добрые хозяева для тебя скоро найдутся. В приют собаку доставили прямо от жестоких хозяев-живодеров, которые в буквальном смысле слова издевались над бедной четвероногой девочкой. Как видно на видео, несчастные животные даже не подозревают, что с ним могут хорошо и по-доброму обращаться. Что рука человека, подтянутая к нему, это выражение доброго намерения погладить, приласкать и пожалеть, и ни в коем случае не обидеть. Посмотрите, когда волонтер приблизилась к собаке, чтобы ее погладить, псинка начала жалобно и отчаянно скулить от страха и пытаться спрятаться хоть куда-либо. Смотреть на это без слез невозможно. Спустя какое-то время собачка немного расслабляется и понимает, что она в полной безопасности и ее никто не собирается обижать и начинает рассказывать по собачьи. Пытается на своем языке выловить всю ту боль и унижение, которое ей пришлось пережить за свою короткую, но такую тяжелую жизнь. История этой румынской собачки закончилась хорошо. Ее подлечили, откормили, успокоили и готовят к усыновлению в очень хорошую семью. Ведь это несчастное животное, пережившее такой кошмар, заслуживает к себе только самого лучшего обращения. Мужчина нашел в лесу 20 беззащитных щенков, которых выбросили в метель. 2 декабря мужчина из Рязанской области нашел в лесу 20 щенков. В глухом лесу вдали от домов и людей кто-то оставил два десятка беззащитных малышей. Мужчину, который нашел питомцев, зовут Роман Афонькин. Он почти уверен в том, что их специально привезли в лес и оставили на верную гибель. И только счастливый случай спас крох от страшной участи. Роман действовал быстро. Не раздумывая, он хватал малышей одного за другим и садил их в багажник своего автомобиля. Потом мужчина привел щенков к себе домой и даже сделал им будку из картона. Он хорошенечко накормил малышей, а потом стал писать посты в социальные сети, прося о помощи. На вид почти всем крохом не было и двух месяцев. Только одна девочка была чуть крупнее остальных. Она явно понимала, что старшая, поэтому пыталась опекать остальных щенков. Малышка героически встретила незнакомца в лесу, пытаясь защитить остальных деток от чужака. Она громко лаяла и старалась загородить щенков своим телом. В одно мгновение дом Романа превратился в самый настоящий приют. К счастью, его посты в соцсетях не остались без внимания. Люди были благодарны мужчине за его самоотверженный поступок и, конечно же, тоже хотели поучаствовать в судьбе щенков. Жители Рязани стали перечислять Роману деньги на карту, но, как это часто бывает, нашлись и те, кто решил подзаработать на чужом горе. Появились мошенники, которые размещали тот же самый пост и те же фото, но для перечисления материальной помощи указывали уже свои данные. Тогда Роман обратился к людям с помощью больше не перечислять ему деньги. В сети появились мошенники, которые пользуются вашей добротой. Не переводите мне, пожалуйста, деньги, ведь у щенков уже есть все необходимое. Прошу помочь только с поисками дома для них, написал мужчина на своих страничках в соцсетях. Но на этом история не закончилась. Вскоре к Роману приехала съемочная группа, чтобы сделать репортаж. На том самом месте в лесу нашли еще четверых брошенных щенков. Мужчина тут же забрал и остальных крох к себе домой, сетуя на человеческую жестокость. Роман вместе со своими родителями построил просторный утепленный вольер для питомцев. Он хорошо заботился о щенках, кормил их и побеспокоился об обработке от паразитов. Всех собак мужчина сфотографировал и выложил их фотографии в сеть. Появилось много желающих подарить очаровательным малышам дом. Двух собачек Роман планирует оставить жить у себя, а одного заберут родители мужчины. Несколько малышей уже уехали домой. Надеемся, что и остальным вскоре повезет. Когда его спасли после 50 лет мучений, слон заплакал. Аль Раджу, слон, которому на собственной шкуре пришлось испытать все мучения, на которые только способен человек. Но сейчас он наконец-то свободен. Осторожно, в видео присутствуют фотографии жестокого обращения с животными. Знакомьтесь, это слон Раджу. Он жил в Индии и питался только благодаря подачкам туристов. Иногда несчастному слону приходилось есть пластик и бумагу, чтобы хоть чем-то наполнить пустой желудок. Но, к счастью, его история закончилась счастливо. После 50 лет жизни на цепи, избиений и издевательств Раджу наконец-то был освобожден в результате спасательной операции, проведенной волонтерами. Представители благотворительной организации Wildlife SOS в Индии освободили Раджу, чем довели громадное животное до слез. Это не шутка. Слезы и правда потекли из глаз слона ручьем. Пуджа Байнпол, пресс-секретарь организации, проводившей операцию, сказала, что вся команда была поражена, увидев, как слезы катятся по щекам гиганта. Все участники событий поняли, слон почувствовал, что его мучения в прошлом и он свободен. У слонов большой гиппокамп, часть лимбической системы мозга, которая отвечает за эмоции. За счет него животные признаны эмоциональными и интеллектуальными и могут демонстрировать широкий спектр разнообразного поведения. Ярче всего у слонов получается выражать те эмоции, которые связаны с горем. Кроме того, у них хорошо развито самосознание, память и речь. Спасатели считают, что Раджу попал в лапы браконьеров, которые либо убили его мать, либо расставляли ловушки, в которые провалиться могут только слонята. Ужасно не только то, как вели себя похитители по отношению к животному, но и то, что матери-слонихи очень тяжело переживают расставание с детенышем и плачут по несколько дней. Ужасный бизнес. Представители организации беспокоились, что владелец Раджу будет мешать операции. Так и вышло. Мужчина кричал, отдавая зверю команды и пытаясь напугать его. Но команда не сдавалась. Основатель организации «Картик Сатана Раян» говорит, мы продолжали настаивать на своем и всячески давали понять, что не отступим. И в какой-то момент слезы покатились по щекам Раджу. Конечно, причиной слез была и невыносимая боль, причиняемая цепями. Но несомненно, Раджу почувствовал и то, что перемены близки, возможно, первый раз за всю жизнь. Слон вышел из грузовичка и сделал свой первый свободный шаг через минуту по полуночи. Все причастные к операции уверяют, что испытали в этот момент какие-то невероятные эмоции. После освобождения в Wildlife Source начали сбор средств. 10 тысяч фунтов для того, чтобы Раджу мог благополучно адаптироваться к новой жизни и попасть в счастливую приемную семью. До сих пор все желающие могут пожертвовать несколько долларов Раджу. Он забрал самого ненужного кота в приюте. В первую же ночь Монти преподнес сюрприз. Врожденный недуг, серьезная деформация мордочки превратила Монти в карикатурного уродца, который вряд ли мог вызвать умиление ребенка. Взрослые его тоже не жаловали, поэтому и во взрослой жизни кот не мог найти себе владельцев. Самый ненужный зверь в приюте – это про него, да. Однако всегда находится человек, который не желает соглашаться с мнением большинства. Что разглядел будущий владелец в странных глазах Монти? Тоску по любящей руке? Желание обрести свой дом или нечто, что понятно только настоящим друзьям? Как бы то ни было, буквально в первую ночь в новом жилье Монти показал, насколько благодарен за свое спасение. Отныне он каждый раз засыпает в обнимку с хозяином, заставляя умиляться тех, кто это видит. На этом все, друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Нам будет очень приятно. Спасибо и до новых встреч!